ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 повод даже я смотрю богослужения сегодня ну вот эти дабы служебные тексты и там тоже как бы прям ну прям додавить его до конца да он говорит так то он вообще вором бы был если бы не отдавал за что его тут хвалить отдал и отдал бога не поблагодарил ну а я тут он и благодарит бога а он да он благодарит как раз благодарю что он не зато благодарит видишь невозможно что манил смотрели за все благодарить давайте прочитаем это брат еще можно буквально два слова да 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 давай да я просто хочу сказать почему священники говорят что парисей был осужден господом ведь и англии как бы это не написано они ссылаются на стих этой притчи последний господь говорит сказываю вам что сей пошел оправданным дом свой более нежели тот и говорит дальше ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет а унижающий себя возвыситься и вот они как бы подверждают свои слова тем что унижающий ну значит погибший как бы все ну вот а вот и был фарисе это гораздо выше чем мытарь мытарь то грешником был а фарисе нет и вот он здесь а здесь его господь ниже поставил мытаря вот и вот возвы то есть сам возвышающий себя стал ниже мытаря но подразумевается что мытарь больше не будет грешить почему и бог его принял вот о чем речь об этом надо говорить что он вышел мы три больше таким каким он был не стал он покаялся и поэтому перед богом он стал выше фарисея а если он пришел и такой же остался тогда бы не было такого сказано еще есть у кого-то комментарий ну мы принимаем эту эту позицию растушь так принято но мнение свое тоже тут есть определенные исходя из слов писания то есть чтобы мнение должно основаться быть основано быть написание и она может подтверждаться или опровергаться вот допустим вот ту позицию которую мы сейчас сказали который даже там феофилакт и не вижу я подтверждение в писаниях ну давайте почитаем евангелие туки 1810 два человека вошли в храм помолиться один фарисея другой мытарь так давайте я сделаю демонстрацию нужно понимать что не только два а 20 200 2000 и при том это на 2000 лет вперед будут люди торить дорожку к храму был даже фильм где сказано было для чего дорога нужна если она не ведет к храму и бросились строить храмы но слышал смысл в другом если в храме мы находим бога это молились два иеговиста оба они признавали бога и иегову храм это единственное место на земле где можно было достучаться до бога согласно закона хотя бог всюду слышал и давал дожди в свое время как сказал апостол павел диане 1727 дабы они искали бога не ощутят ли его и не найдут ли хотя он и недалеко от каждого из нас как правило объясняет эту притчу так вот фарисеи это дядька плохой во всем а мытарь это молодец а ведь в конце говорится не о том что он настолько плохой что бог его не слышит лука 18 14 сказываю вам что сей пошел оправданным в дом более нежели тот ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет а унижающий себя возвысится одному дали два года тюрьмы а другому шесть лет то говорят этот более получил но если тому ничего не дали уже так не скажешь что более получил ясно что тот тоже что-то получил то есть точно да вот если более это значит оба получили но один более нам так для чего же мы приходим в храм так положено они придешь тебе замечание сделают объяснительную надо писать но это и правильно потому что канонические правила говорят 23 воскресенье без уважительной причины ты не был в храме то ты теряешь уже членство церкви тебя исключают оба они поступили очень хорошо 8 мы три фарисеи то что пришли в храм я вам неоднократно говорил что молитва разбивается на три ступени первое самое широкое самое замызганное на ней все просители там и буддисты и мусульмане и христиане еретики все кричат той да и сегодня же даже ничего не знающий человек когда ему трудно он кричит господи помоги господи помилуй это прошение первоначальная ступень обращения к богу и так это первоначально так вот на этой нижней ступеньке стоял мытарь обидчик многих это не бедный как рисуют его но даже может быть очень богатый человек но у него не было богатства в совести и вдруг она пробудилась этот человек собирал налоги очень востребованная профессия мы три учились как правильно обманывать людей петр первый говорил кого на эту должен ставить самых наглых на и подлейших и бедных они все равно разбогатеют он это прекрасно понимал и вот этот-то человек не смел глаза поднять у него внутри произошел переворот и с этой ступеньки ему надо подниматься на вторую а вторая это благодарение а на второй ступеньке уже занято стоит в подряднике с арарем благодарю тебя у меня все исполнено по канонам все прекрасно который говорит но этим благодарю он начинает унижать стоящего внизу и сразу оказывается нише его под ним я не такой как прочие он начал подсматривать под этого мытаря подсматривал снизу он следил за ним я про тебя все знаю да если бы я лично не знал о ком идет речь не знаю ни одного налогового инспектора достаточно порядочного чтобы можно было дружить с ним ведь раньше в россии как было чтобы вы выжить налоги все время работала специальная коллегия заседали люди думали где бы и за что зацепиться с яблоней со свиного рыла с овечьей шерстинки придумали с окна брать люди за замазали окна с трубы брать но без трубы нельзя мне отец рассказывал сломали трубу дру замазали завалили я говорю да как же печь топили соломана стелем дым выходил в двери лежим и ноги поднимем и чем больше придумывали как изъять налоги тем меньше поступало в конзну люди изощрялись еще больше было около 120 пунктов по которым брали налог с бороды и брали даже не додумаешься петр первый умница и были люди которые откупались он говорит 100 рублей за бороду а какая борода большая ли маленькая и тогда люди стали платить две дани их называют староверы двоеданцы слышали вот поэтому налоговиков всегда ненавидели их приравнивали только грешникам они шли в одну строчку с ними и поэтому фарисей на него смотрел естественно как здравый гражданин должен смотреть шел размолился в нашем храме окаянный никоньянин и вот то вот тут то он со своими мерками осуждения оказался вполне неправ ты знал его того который был за порогом вот если бы ты там о нем говорил так было бы все справедливо но грабитель и этот народный депутат уже перед богом стоит он уже не тот которого ты знал по его досье господь говорит призови меня в день скорби я избавлю тебя и ты прославишь меня псалом струге 15 когда ты говорил эти слова уже до бога дошли ты судил другого человека ты судил вчерашнего а он стоит сегодняшний поэтому суд твой оказался неправедный и богу это не угодно я к 24 не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями чтобы правильной мысли заработали оказывается нужно читать писание и мы сегодня читаем 2 тимофей 315 при том же ты из детства знаешь священное писание которые могут умудрить тебя во спасение верую во христа иисуса он это забыл правильное мышление у того кто приходит в рам богу нельзя задавать вопросы потому что слово его уже выслали из его уст сказал бог да будет свет а потом да произрастет трава а потом светила на четвертый день а свет в первый день и тысячи лет люди спрашивают откуда свет был когда светил то не было начиная там туманности светящиеся расплаждать сегодня придумали нейтроны завтра протоны доводит рассуждение до упора в сжатую молекулу притча 826 когда еще он сотворил не сотворил ни земли ни полей ни начальных пылинок вселенной можно было по-другому сделать можно ли было нельзя раз в библии записано мы должны только шагать вслед и это изъяснять почему то 12 апостолов то почему 70 никаких почему бог сказал и на этом все теперь только из этого бери что тебе но только из этой цифры уже не выходи бог так сказал матфея 8 на 18 20 тебе где двое или трое собраны во имя мое там я посреди них а почему в другом месте написано что молиться можно и одному матфей 6 6 ты же когда молишься войди в комнату твою и затворив дверь твою помолись отцу твоему который в тайне и отец твой видящий тайны воздаст тебе явно храм для того чтобы собрать двоих троих 20 30 200 300 вот для того чтобы нас объединить ибо мы виноградь виноградинки одной кисти для этого храм и нужен мы научаемся друг от друга смотрим друг на друга чистые или пасмурные глаза видим что кто-то отсутствует почему-то его нет мы многому научаемся когда мы собираемся вместе бог так установил и они пришли мытарь и фарисей не язычник станял на низшей ступени это тоже был еврей они сделали правильно что в храм пришли и вот здесь наступило разделение хотя водораздел у них произошел раньше я хочу сказать несколько слов похвалу этому фарисею его все ругают а ведь у него столько хорошего посмотрите лука 18 12 пощусь два раза в неделю даю десятую часть из всего что приобретаю а если евреи не будет поститься то его отлучат мытарь о себе не мог этого сказать мытарь мог поучиться у фарисея этому конечно вот учитель твой стоит выше подними глаза посмотри на него ведь он людей не обирает не обирает а тогда откуда у него богатство фарисеем не был бы если бы людей не грабил у него родители грабили ему в наследство досталось то есть началась бы пикировка это могло быть как и у нас у русских храм это не место для зависти подсматривание кто какую шапку надел лисью или соболью а чтобы подсмотреть внутрь себя в храме чтобы мы друг друга пул у друг друга поучались и смотрели как виденное в другом лучшее моего себе перенять в смирении даю десятину да ты должен давать этим и хвалиться не надо ты обязан отдать ее не будешь давать ты из числа сынов израилевых уже выпадешь ты не получишь благословение с неба это тоже хорошо что честно отдаешь даже и по мелочи но фарисей безымянный стал сравнивать себя со всеми каких он видел там со стенами этого святилища как блудники воры прелюбодеи вы знаете что если в глубину смотреться служба с рассуждением то все мы блудники якобы 4 4 прелюбодеи прелюбодейцы не знаете ли что дружба с миром есть вражда против бога и так кто хочет быть другом миру тот становится врагом богу а ведь любим мир то редко кто не любит не надо думать что если ты забился в монастырь то ты не любишь этот мир еще так можно тосковать об этом мире как мария египетская говорит сколько лет в пустыне и запах вина ощущала ароматы вдыхала какие уж у нее там ароматы это все было живо только в уме пригрезится иногда ночью ярче чем наяву увидишь такие искушения значит верить бога со всей крепостью силу на этой ступеньке надо закрепиться фарисей мог бы в мытре увидеть своего брата сейчас и протянуть ему руку поднять его и возблагодарить бога едиными устами с ним за то что бог тебя и его привел в храм ты конечно негодяй ты малый еврей или новый русский скольких ты ободрал но выходя отсюда ты ведь негодник опять же за тоже примешься приходит в храм с повинной свечек пульта на два налепит а сам деньги сначала переведет в заграничные банки а потом приходит лицемерно согнулся кается бьется себя в грудь а по тугому карману с долларами нет ты их верни эти миллиарды народу обобранным вдовам учителям кому зарплаты пенсии не выдали а теперь такого мытрия и ж душегубца вроде бы арестуют возьмут поддержат его теперь сегодня поддержат его и опять новую амнисию потому что главный преступник их амнистирует всех эта притча столько нам дает сколько нам дает фарисей бы мог сказать господи благодарю тебя что этот мытарь пришел мытарь это страшное слово новозаветные люди взяли слово мытарь и применили только к бесам к демонам после смерти мытарства и там истязают души грешных нечистые духи мытарь и мытарство это производное слово эти мытарь истязали граждан своей страны а ты платил налоги ах ты не заплатил тогда предлежит опять опись имущества тогда детей твоих продать в рабство или для гаремов их кастрировать и обман здесь на каждом шагу сегодня компьютерная система все вносится и все отмечаются все думает как бы не обманули а все равно обманывают завалят залазит как-то снимает со счета что угодно делают компьютерные воры и каких их только нет сегодня компьютерный киллер на каждом шагу обстановка была тогда до накала доведена и он заботился о том чтобы не стать таким как мытарь только не таким фарисей став молился сам себе так боже благодарю тебя что я не таков как прочие люди грабители обидчики перелюбодеи или как этот мытарь лука 18 11 а оказался что они нисколько не выше мытаря почему потому что в глубину не проник я не таков и начал перечислять грехи а в каждом грехе он должен был видеть себя виновным ты не блудник легко докажу что ты и есть самый настоящий блудник не убийца до убийца ведь его она 3 15 1 антри 15 всякий ненавидящий брата своего есть человека убийца а вы знаете что никакой человека убийца не имеет жизни вечный в нем пребывающий ты в храме уже убиваешь с тебя кровь течет брат мытарь уже сагбенный бьет себя в грудь а ты без милосердия его добиваешь своими словами эти слова не мог же фарисей только сейчас придумать они в нем только вызрели и еще пойдут с ним из храма и он пронесет этого мытри не раз и не в одном месте было же с нами когда-то хотя бы раз чтобы не добра кому-то желали было же когда подумали или внутрь не порадовался но погоди я же тебе не раз говорил как воспитывать детей не слушал это цветочки ягодки еще впереди как правило начинаем думать еще вот у меня такие дети потому что у хорошего отца и такие дети такие же я как помню пришли родители наши а мне было лет шесть с какого-то совещания в деревне за что-то в холкозе разбирали детей и мой дядя умница работяга имел неосторожность сказать у хороших отцов этого не бывает это все себе заметили и буквально через день кого-то где-то обижали и его сын в этом был участник а мои родители пришли и несколько раз повторили вот у хороших отцов этого не бывает ты примерный отец я маленький был вовсе но мне эта фраза запомнилась потом я ее здесь увидел когда стала ходить в храм вы если хотите полностью узнать сегодняшнюю притчу дома прочитайте 72 псалом давид просвещенный духом святым оказался между этими ступеньками где-то завис и стал смотреть посмотрит вниз их как устроились эти люди и как хорошо заметь ложился спать бедный а встал богатый эти окаянные ваучеры какие-то придумали обобрали народ утром встал и он уже миллиардер теперь его не могут взять из-за границы не вытащить сначала его выпустили а теперь начинают якобы преследовать никого не могут найти разыгрывается спектакль в стране я смотрел и увидел что на работе человеческой нет их и с прочими людьми не подвергаются ударом псалом 72 5 руки без мозолей кряжи него не ворочают нигде прокуратура выпускает их отсюда и они все уходят не могут их из ангелии из испании вытащить и думал я как бы уразуметь это но это трудно было в глазах моих псалом 72 16 господи несправедливо то как то так воздай ему так чтобы по закромам и всюду чтобы негде прислониться ему было чтобы на них рана сплошная была но было трудно в глазах моих доколе не вошел во святилище божье и не уразумел конца их вот где в храме божьем где в храме божьем как только вошел он в храм послушал проповедь и дальше читаем псалом 72 18 19 так на скользких путях поставил ты их и не зыргаешь их в пропасти как нечаянно пришли они в разорение исчезли погибли от ужасов 15 стих но если бы я сказал буду рассуждать так то я виновен был бы перед родом сынов твоих потому что авраам так не рассуждал он не завидовал ибо написано не негодуй на злодеев и не завидую нечестивым притча 24 19 и притча 24 3 я позавидовал безумном виде благоденствия нечестивых исак так не рассуждал он работал но не завидовал если бы я стал рассуждать вот так завидовать непрерывно поносить другого вот окаян избежал его миллиарды не взяли так мне звонят те идеологи компартии которые в самый момент переворот у не успели награбить себе они думали что партия вернется и они будут на высоте она не вернулась и эти идеологи партийные от зависти лопаются заехали чтоб к пирогу не успели они сейчас злобны такие в газетах всюду про новую власть пишут как будто их людоедский режим тогда был лучше нынешний самый момент где лежа государственного пирога они опоздали проморгали и они сейчас злобятся а в храм не идут чтобы разуметь что тех-то бог поставил на скользких путях и когда давид не разумел и когда он тогда понял то и дает себе характеристику псалом 72 22 тогда я был невежда и неразумел как скот был я перед тобою в глазах своих однопартийцев и прочих лицемеров ты патриотом выглядишь беспокаянным и жестоким товарищем подельником как пес сделался злой всех жалец куша кусаешь пока в храм человек не приходит ему кажется что них ничего не теряет что не ходит в церковь дом божий что он этим ничего не теряет но ты приди в храм ты услышишь проповедь евангельское чтение и ты поймешь что ты скотски прожил неделю жизнь штук и жизнь что как скот был перед богом и не разумел божией истины и бог тебе это открыл сегодня ведь фарисей дал нам это общество школу фарисеев любители и ревнители закона назовем его институтом фарисея дали нам апостола павла когда человек воспитывается в строгой семье как у фарисеев у старобрядцев там великие люди люди могут вырастать он воспитывался с такой став в такой старообрядческой семье калатом 114 и преуспевал в ее действие более многих сверстников вроде моем будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий они писания знали наизусть фарисеи дан дали нам из своей среды апостола павла которого не было не было которым и нет поныне равных да он в числе 12 не состоит он 13 но этот тринадцатый стоил всех двенадцати этот тринадцатый дал 14 посланий для нас это фарисей я не 26 мужи и братья я фарисей сын фарисея то есть у него в генах было это фарисейство 1 коринфянам 15 10 но благодатью божию есть то что есть и благодать его во мне не было отчетно но я более всех их потрудился не я впрочем а благодать божия которая со мною что из этого фарисея будет мы не знаем но написано что он пошел оправданный богом и человеком осужденный беда у фарисея была не одна двойная осуждение и хвастовство лука 17 10 так и вы когда исполните все поведет певелённые вам говорите мы рабы ничего не стоящие потому что сделали что должны были сделать это сделал потому что положено я же человек чуде чего удивляться то я и должен был другим говорить о христе и горе мне павел говорит если я не проповедую сегодняшнее евангельское чтение она в осуждении в первую очередь нам православным и в самую первую очередь священнослужителям которые по евангелию не учат сегодня читается как павел пишет тимофею 1 тимофей 6 12 подвязайся добрым подвигом веры держись вечной жизни который ты призван и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями 2 тимофей 2 3 и так переноси страдания как добрый воин иисуса христа какой священник или архиерей может так сказать может сказать ты помнишь мы ездили в заграничную командировку это я тебе это я тебе пробил путевку за то что мы его быть чекисты одинаковые или чекисты краснопогонные попы и вот ты там был со мною ты можешь вспомнить вот там и красные икры наелись напились коньяка а здесь вспомни как били меня да тебе и не трудно вспомнить ибо ты из детства знаешь писание 2 тимофей 3 15 при том же ты из детства знаешь священное писание которые могут умудрить тебя во спасение веру во иисуса хри по христа иисуса назовите из 156 архиереев у на стране кто сможет сказать какому-то священнику я знаю что все это ты помнишь ты из детства знаешь писание ни один этого не может сказать не патриархийные не заграничные ухватиться за эти стихи и сказать мы же не похожи на первых благовестников господи что же мы фарисе нищим что же мы хвалимся что у нас вера правильная православная да ведь мы рядом с православием не стояли и не нюхали этого православия кроме дыма кадильного православие это чистота взлет разум прорыв из этой тьмы чудный свет и на третью ступень словословие божие вот что такое православие православие это в чистоте души славить бога уразумел это когда пришел в храм пока не пришел как скот я был перед тобою кто храм не ходит ты кто сделай сделай для себя вывод а ты ничего не разумеешь и тебе кажется что ты знаешь у тебя дома записи золотоуса слушаешь да мы незримо общаясь друг с другом в одном доме божьем находимся мы дети одного отца мы только здесь узнали что фарисеи смотрим встретились кто из нас фарисеи кто-то мытарь и вот здесь мы на мы научатся должны друг от друга мытарь посмотрел бы кверху и сказал и я мог бы благодарить как и все фарисеи и он не знает что еще говорить но мог бы сказать вот они здесь все им везде почет не надо завидовать его почету внутри не все в порядке у фарисея этого у него широкий рот был и да вот в чем притча 13 3 кто хранит уста свои тот бережет душу свою а кто широко раскрывает свой рот тому беда притча двадцать девятнадцать кто ходит переносчиком тот открывает тайну и кто широко раскрывает рот с тем не сообщайся златоус говорит нагруженный корабль шел но внизу оказалась пробоина и все просыпалась туда и осталась одна пена хвостовства откуда ты знаешь что с этого мытаря завтра будет до чтобы мытарю вернуться к своей молитве завтра ему нужно сделать то что сделал закей половину урезать себя половину живота жирного убрать а потом тонкому звонком и прозрачному начать искать кого обидел я им всем возвращу до четырех раз посчитай как у тебя идет налог когда записан сколько должен вот какую последовательность причеме и рассмотрев эту притчу понял что это я мытарь мытарь вернись к вчерашнему дню кого обидел возврате все это мы проникая в таинственность сказанного христом находим для себя чтобы не быть скотом а быть подобным ангелом воспевающим христа на третьей ступени и чтобы аллилуйя наша была светлая и чистая аминь богу нашему слава во веки аминь ну вот такая проповедь игнатия тихоныча на это на это сегодняшнее чтение церковь как бы спускает перед постом до начинается уже сейчас богослужебные книги берутся это триоть постная и вот мы прошлой неделе помните говорили о церковь читала и это уже так тысячелетия на тихо слов сказать да да я вижу сегодняшняя проповедь если будет тоже послушайте я выпрашивал у бога еще глубже проникнуть вам все это в эту встречу записано уже отнесли ее в администрацию да да понял хорошо посмотри посмотрим конечно же выставим то есть как бы первая та неделя была этот начальник мы 3 его покаяния то есть там дальше сверху как бы идет он начальник над ними дальше уже смыть идет так постепенно приближается а дальше будет уже блудный сын следующая неделя так ну все тогда давайте братья у кого есть какие-то объявления сегодня связи с собранием брат я тут добавить очень кратко хотел до дорога эту притчу слушаешь там написано фарисей став молился сам себе то есть он не на площадь вышел там и маленько громко говорил так или перед кем-то хвалился а он внутри себя об этом думал а только много раз прочитав и вникнув в это можно понять что это просто у него мысли там в голове были потому что ты обращаешь внимание на что угодно только не на то что он сам себе молился что он вообще молился это его сокровенный разговор с богом и именно вот если к себе применять то надо понимать что вот даже движение твои мыслей в этом направлении они должны быть правильные вот это понимание приходит не сразу мягко говоря все у меня то есть бог оценивает даже твои мысли как ты с ним разговариваешь как-то на все одно что смотришь сокровенно внутри себя даже не то что ты говоришь открыто тогда братья еще пожалуйста мир вам с миром ну вот я сегодня уже говорил на собрании сейчас скажу тоже мысль такая пошел оправданным более нежели тот но теперь мы возьмем их никто о чем молился мы так себя бил в грудь и вот про все про себя говорил молитву и даже сильно мог себя бить в грудь до синяков разбивать а фарисей говорил то что он исполняет заповеди божий а апостол яков говорит нам покажу веру твою из дел то без дел твоих а я тебе покажу веру из дел моих и поэтому конечно он молодец этот мытарь и фарисей но это не постоянная молитва это вот они пришли и один увидел другого фарисея этот мытарь не видел может быть фарисея фарисей мытаря увидел да и мы знаем что он там согрешил почему там так далее начал обращать внимание не туда но вот они встали дальше то пошли опять и теперь дальше кто из них будет продолжать жить то жить лучше где гарантия что мытарь убил себя до такой степени что добил и сейчас будет исполнять все что от фарисей исполнял и в следующий раз фарисей увидит его что он исполняет и скажет тот какой молодец мытарь так что не надо на этом замыкаться что ты себя сильно бьешь грудь вот там каешься там и так далее ты покажи веру и сделал твоих духовных все да да вот я к тому то есть я вижу вот в этот намек на то что потом все-таки мытарь он именно исправился в том что бог принял его оправданным этот ну бог как бог он знает наперед и знаешь его покаяние это действительное то есть не только сейчас значит а и дальше да что а так если ты приходишь бьешь себя в грудь и возвращаешься то тут бога ведь не обманешь он знает какой ты будешь завтра какое-то решение примешь тебя уже сейчас отвергнем ну и тут надо одному и другому брать пример хотя до мытаре очень тяжело дайте асфарисея брать уже можно пример он ходит говорит об этом я вот пащусь я вот молюсь и так далее дестины даю это правильно все надлежало делать и того не оставлять оставить суд милости оставили суд милости веру того не оставлять так еще братья есть у кого комментарий да мир вам у меня такое небольшое тоже дополнение вот начало молитвы вот все таки интересно вот порой бывает что бывает так что ты начинаешь читать очень наше но при этом где-то мысли твои где-то далеко и не о боге и вот и ловишься на мысли что такое небрежное отношение к молитве и общение с богом ну просто становится страшно что просто даже не слово о неуважение а просто на практически просто преступление когда небрежно обращаешься к богу вот еще хотел добавить да и выход оттуда из этого какой вывод 2 можно вывод один неправильный другой правильный да тогда лучше и не молиться может кто-то подсказать а другой вывод теперь беремались как это молись благовейно отныне если заметил неблаговейные прилежно молись прилежно да то есть правильно даже и вот пользуясь случаем вот а скажу сегодня был такой инцидент разговаривал я с одной женщиной не в храме а в церковной лавке и дошло до записок что что ну бы записки я сказал ей свое мнение гру нет смысла записки когда человек может молиться сам что ну что мы перестали молиться а пол отдаем все отдаем эту записку священнику а где гарантия что он помолиться что он не просто прочитает бездумно именно помолиться и вот там произошел такой спор на женщина которая торговала вы начала меня там прогонять где то вы тут это не раз не проповедуйте вот что эти записки когда их выносят там какое-то таинство что-то там поднимают там вытаскивают из в общем какой-то я честно говоря не знал об этой схеме вот такой был инцидент в итоге я пожалел что вообще начал об этом говорить потому что произошел произошла ссора между этими людьми продавщицей церковной лавки этой женщины она назвала ее неверующей эта женщина обиделась как бы вообще не ушла из храма в итоге я пожалел что вообще об этом завел разговор не с теми разовел разговор а церковная лавка то где находится в храме или все-таки или где она ну в ограде не в храме на в ограде в ограде тоже нельзя разговаривать читай каноны торговать нельзя и и тогда разговаривать тоже не надо выйди из разговаривать там за пределами вот она и достала это тебя и не о том надо было говорить черты про эти записки христе бы лучше разговаривать не разговор-то начался с писания мы начали разговаривать читаю евангелие не понимаю я искал евангелие себе посмотреть бесплатная я как вы считаете с толкованием святых отцов дал канал во свете библии вот слушайте толкование и так далее вот с этого начал разговор да тут надо вот разделять такие понятия как вот как она задумана и как она есть на самом деле и о чем говорить то что одно дело молитва общая церковная она самая высокая молитва до которые в церкви община то есть священник знает о ком молится и вся церковь молится и имена эти перед престолом допоминаются ну или там там еще частички там вынимаются но это другая тема да вот это одно дело другое дело не знают никто за деньги не знает кто вообще что за люди там этого просто без внимания священник никого не знают это совершенно другое это вот это можно не это не называется молитвой пусть это да это это точно неправильно а как задумано задумано правильно и это самая как бы высшая такая степень молитвы церковная молитва общее но это должно быть все бесплатно естественно и только о верующих людях молится церковь а если только они верующих это отдельно келейной молитве об обращении о покаянии это вообще вечный такой вопрос как должно быть вот сегодня православные они всегда когда защищаются до защиты пытаются от критики защититься они всегда приводит как должно быть и всегда умалчит о том как есть они годом и святая соборная посылка церковь вы еще на церковь тут прете а по ты по факту посмотри соборные решения исполняются не исполняются соответственно какое имеешь отношение к соборной апостольской кроме того что просто рукоположения никакого то есть рукоположения до от апостольских времен а по факту ничего нет у другого а в чем еще сохранили списание сохранили предание сохранили сохранила церковь а в живут ли по описанию по приданию не живут а поможет ли при причастность человеку к святой соборной апостольской церкви к священному преданию писанию причастность к этому спасти человеку по может ли как-то его спасти если он не живет по ним никак не может спасти а наоборот еще больше осуждения приобретает человеку. Так как ты имел доступ к спасительной благодати, к Слову Божьему, к наследию церкви, имел доступ и не поступал так. Ты каждый день праздновал праздники, каждый день святым и не подражал им. Ты целовал Евангелие и не слушал, что там написано. И получается, что больше всех будут осуждены именно те, кто в церкви, кто себя причисляет к церкви. То есть на страшном суде они будут в самом глубинах ада. Доступ имели и не воспользовались. Знающий бит будет больше. Так, ну есть еще какие-то комментарии? Комментарии, ну новости может быть какие-то объявить. Можно рассказать, что у нас в храме сегодня батюшка говорил? Я вот у вас хочу спросить. Вот батюшка наш, Петр Гурьянов, рассказал такую притчу или рассказ, уж не знаю, как назвать, что один монах влюбился в язычницу и решил на ней жениться. А прежде чем жениться, надо отречься от монашества. Вот его в капище завели, монаха, и от крещения, от Христа нужно отречься. Он отрекся, монах. А бесы, вот боги, вот эти языческие, они все равно не принимают монаха. А в чем дело? Оказалось, Христос сказал, что он отрекся, а я не отрекаюсь. И все, и батюшка дальше никакого вывода не делал. братья, скажите, как это, как может, вот что в голове у меня должно остаться? Ну, если только он, монах, когда-то это самое, покаяться или что-то. Вот такое может быть. Как-то так вот воспринимать. Всем понравился, зато. Да, если он на этом. Хоть тебя примет. Здесь нечего, я не знаю, вот кто-то слышал, нет. Бог, Бог может решать, как хочет, вот что можно сказать. Да, вот как это самое. Это все, так и надо понимать. Может он знает наперед, не знает, было, не было, просто не знаем, что это за история. Господь наперед все знает. Поэтому, то, что даже кто-то что-то отрекся, у Бога может быть свои какие-то. Он по-другому считает и все. Что Бог сам. Он может не дать человеку пасть даже. Ну, в моей жизни именно так вот было. Меня Господь спасал просто от моего. Брат, если говорить о монашестве, нельзя отречься от монашества. Нету размонашивания никакого. Все, если ты отрекся, ты Богу дал обед. Ты сам прекрасно. Не знаю, вы там проходили это или нет. Ты дал клятву Богу, а не там клянуться. Да это не об этом же речь-то. Не об отреки. Понятно же дело, что что-то там сам себя-то не снимается. И как и крещение от него нельзя. А теперь дальше то, что он там согрешил, родил, это все. Это ясно. Ну, грех совершил все. Грех. А как теперь Господь его простит или нет? Ну, да. Ты прав, конечно. Нельзя выходить из монашества, если ты уже замонашивался, все, нельзя. Ну, как и раскреститься, нельзя. Аминь, это одно и то же, да. Это никакой восьмой столб православия там и так далее. Это не таинство. Это не таинство, да. Но если ты даешь такие обеты уже там, там уже серьезно все, ты там ползаешь за этими ножницами, берешь их там, подносишь три раза там на карачках. Ну, знаете, да, как это делается этому духовному отцу, настоятелю. Так что, что там говорить? Ну, А вот то, что при крещении человек новое имя получает, и при монашестве еще одно новое имя, это как? Да никак. Это разно, ну, как бы, это выдумка. Это говорит о серьезности всего этого положения. Этого человека, который решил стать монахом. Он обед дает. Все, обед, любой обед, который даешь перед Богом, тем более за свидетельственными священниками, архиереи стоят. Это уже не шутки. Все, ты назад уже не можешь. Ты на земле, а Бог на небе. Как ты отменишь? Тоже про проповедь, скажу, сегодня я говорил, молодой какой-то монах проповедь, или Адорову называть, потом выяснил. Ну, совсем молодой, не знаю, даже 30 лет есть ему, нет. А заявлен был отец его, мой, которого я знаю уже лет 6. И я ему написал, я говорю, вместо вас сегодня проповедь говорил там, и они любят очень говорить, упоминать это место. Сегодня новомученик в исповеднику в церкви русский, русская вспоминает церковь, и он говорил о том, как они претерпевали, привел пример, как в Соловецком лагере был очень строгий надзиратель, и он прям лупил всех, понимая, что он должен их смирять. Причем, бывало, что и просто на ровном месте. И как-то был шторм, они отошли, и чуть было не потонула этого лодка, и вот три протеерея, они пошли и спасли их, вот этих надзирателей. После этого, говорят, этот самый строгий у них, он начал уже шапку снимать там перед крестом и уже как-то более к ним относиться по-другому из чувства вот такой благодарности, а потом, говорит, окрестился. И все свел к тому, что, говорит, что должна быть любовь. Вспомнил, конечно же, первое послание к Коринфянам, 13 глава, первый стих, что если любви не имею, я медь звенящая, кем вал звучащий. И, в принципе, вот про эту любовь он на этом закончил свою проповедь. Я говорю ему, потом поймал его возле проповеди, спросил, не обидчивый ли он, и говорю, хорошо, что сказали про любовь, но почему не сказали, что любовь Иисуса Христа заключается и проявляется в послушании и в исполнении воли Отца Небесного и в крестной смерти, а что наша любовь заключается в том, что мы исполняем заповеди. Потому что человек услышал, я любви не имею, кем вал звенящий и так далее, медь звенящая, кем вал звучащий. Но он что конкретно будет теперь делать в связи с этим? Он кроме того, что себя бить в грудь, он даже не знает дальше, что делать. И все, он вот людей оставил с этим. Все, любовь и пошел. Аминь. Ну, что сказать? Как будто бы специально людям не дается шанса, чтобы измениться. Я такие проповеди слушаю, ничего нету. Не за что зацепиться. Никакого нет рецепта. Любви не имею. Везде должна быть любовь. Аминь, братья и сестры. С миром по домам. Это очень печально, конечно, слышать. Когда я отцу его не написал об этом, он мне говорит, а ты совесть нации? Задал мне вопрос. Я говорю, у меня сан мирянина. Он обязывает заботиться о всех. Ну, и все, он ничего не ответил уже. Дальше. Доброе утро написал. Так, еще у кого-то есть слово? Можно в области задавать сейчас? Так, кто там говорит-то? Никита, Никита. Ну да, задавайте. Слушайте, а вот в откровении написано 144 тысячи праведников. Это вот те, кто соблюдает до конца, кто-то ходит, оглашенные, вот как мы здесь с собой собрались, да? Или я не так понимаю? Там это не точное число, не конкретное число, это в общем верующие люди, верные, которые за своей жизнью до конца дошли, веру сохранили, жили праведно и были спасены. Ну, естественно, те, кто верил, вот такие вот, как здесь у нас такие есть, и которые дошли до конца победителями против греха, дьявола и мира, крови Иисуса Христа омытые. Я вот еще хочу сказать, я вот к шуйской епархии отношусь, у нас были в области в Иоаннской, самые, как датюшка нам сказал, самые первые мученики в Шуле, и они пострадали, вот он сегодня о них рассказывал. Вот у меня еще будет такой вопрос, а где нужно взять бесплатные евангелия, кроме церкви? Бесплатные евангелия? А вот в чате сейчас напишут, тут сбросят, как их заказать. В чате тут смотрите, сейчас в течение там скольких-то минут сбросят. Вот уже сбросили. так, братья, еще есть у кого слово? Игнатий Тихонович, вам нечего сказать, добавить, может быть, что-то, хотите сказать в группу? Ну, как мне еще? Есть, конечно, что сказать-то, но мы уже все сказали. Вы взяли-то откуда, с форума моей, это проповедь-то? Ну, сайта уж, Игнатий Тихонович, на сайте. На сайте? Ну, не знаю, я сегодня так не говорил кое-что. Я вот именно, что дальше было за ними? А раз воображение это первое качество лидера, а мы лидеры для своей души, мы должны теперь позаботиться об этом. Я сразу сказал, что мне больше всего импонирует, и старается, фарисей. Я знаю, что никогда не будет таким, какой стоит перед ним, кого он судит. И все, что есть в Писании, все засчитали. Вот, Виктор Андреевич открывал, я называл, где какие места, конечно, это затянуло маленько. Надо дальше смотреть в этой притче. Вот, поэтому, что, судить по-другому никак, потому что притчу не сказал Господь, а не человек простой. А вот дальше-то что? Нигде ничего не сказал. Но этот первый шаг, вот это самое наиважнейшее. Оно и указано здесь. Они могут быть друзьями, когда он будет точно так же вести себя. Я сказал, православные, да, это сектанты садукеи там еще есть. Они все отнимают, оставили одну тору, пять книг, а все остальное выбросили. Это сектанты прямо. А мы православные, это вот, главное, два раза в неделю. Уж деваться-то некуда. Фарисеи, их народ очень любил, как вот монахов сейчас. Бабка там, не знаю, как она, меня батюшка там благословил, да он монах, да они прям мрут от этого. Вот это все про нас. Поэтому эту притчу надо рассматривать в сегодняшнем свете. Вот который стоял там, это так, он стоит, это там кто зашли еретики? Это кто там такие? Вот это как раз мы. А вот дальше кто бы он ни был, меня за это как раз говорят. Как же вы так хвалите там баптиистов, хвалите адвентистов? Частично, что нравится, я говорю, хорошее вот это у лютера, у свидетелей у Говы хорошее, что они по домам идут. Я наоборот не сужу его, а возвышаю. Вот что надо делать, увидеть в нем доброе. Вот сегодня я на этом акцент сделал в проповеди. А это как раз то, что Господом не осуждается, а одобряется. Вот он если бы сказал об этом-то все, что вот зашел такой-то мытарь здесь, да Господи, да как хорошо-то, теперь уже я-то все знаю, а он первый раз, я им займусь, подружимся мы с ним, ну и может быть он как мытарь, я ему Захеева поставлю в пример, может быть он и половина отдаст за вчетверо, половина сразу раздаст, потому что доброта, а в четыре раза это за то, что кого обманул. Но если ты обедняешь, то ты будешь со мной. Фарисеи были очень уважаемые в народе, но в Ветхом Завете ни саддуке, ни фарисе, ни мытарь не упоминаются эти слова ни разу, нигде. Чаще всего 91 раз упоминается фарисей, 11 раз в саддуке, это большая разница, в 10 раз больше. А почему? Потому что это была гордость израильского народа фарисейства. Но когда Христос пришел, они объединились вместе против Него. Вместе там считают фарисеи и саддукеи. И когда ко Христу приходили где-то там, кто их кормил, и они были опять вместе. Свет Христовой любви объединяет. Вчера как раз вечером говорил про путь о свете. Что такое свет? Свет сотворил Бог свет. А теперь как отображается? Светом называется сам Господь, я и свет. Светом называется человек Слово Божие. Это такая глубина, на все смотришь мы чада света. Мы даже забываем об этом, а не чада тьмы. Вот что я и сказал вчера вечером и сегодня вот в этой притче. Я пересчитал притчу эту пересчитал сколько, даже не знаю. Но не нахожу нигде то, что пришлось сказать. Я просто молился Господи, открой, что там главное теперь, чтобы его не потерять. Что убил Голиафа Давид, это не главное. Главное, если бы он его сделал другом и направил воевать против филистимлян. И вот здесь точно так же. Он приблизился, первый шаг сделал, что-то может быть грозило ему. Одна женщина тут пришла с другой покреститься. Я говорю, а почему? Кто такой? Христос. А что, мы мало денег сунули попу. У нее оказывается раньше была БХС, она директор ресторана и проверка. и она теперь заботится. Сказали, надо обязательно покреститься, чтобы от тебя отхлынули эти депутаты. Кто там лекторы, какие напали на нее. И вот здесь такая же история. Перед нами только начало не драмы, а счастливой жизни этих людей. Раз Господь так закончил драмы, нет, мы не будем накалять обстановку. Но покажем. Если бы фарисей теперь первый сделал шаг, сказал, откуда он пришел, где, узнал, как Матфей, да познакомил его с Матфеем, да я знаю, у нас такой есть, один вышел, я вас познакомлю, приходи ко мне. Дальше мы не знаем, дальше уже нам разрешено смотреть, но в плане возвышения, раз Господь одобрил, значит, поднять это надо выше. Вот с этой позиции сегодня я и говорил. Фарисей это сдрогнул бы только и сказал, готовый у порога стоит этот сектант, поговорить надо с ним, может он православным будет. Вот что я хотел сказать, сказанное было сегодня. Вот так. Игнат Тихонович, вы уже, наверное, 60 лет эту притчу каждый раз, каждый год, что-то в них новое открываете. Да, 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 да. Я стараюсь свои уже проповеди не считать, чтобы не было повторов. Но я посчитал там, как говорит, ну, такой-то митрополит, вот там-то говорил, тогда, то есть много-много, и вижу это, вот то, что я говорю, этого нет нигде. Я молился все эти дни, Господи, ну, покажи, что я там пропускаю-то. Да главное-то для того, чтобы объединиться, они двое-трое молятся-то. А не поврось, его никогда не было. И теперь надо дорогу обратно перекрыть этому. Вот с этой позиции воображение, воображение-то первое качество лидера. И вот фарисей сделал бы первый шаг. Он мог сделать, а митарь не мог сделать. Это каста ниже намного. И как ему подойти-то? Вот ошибка еще такая, что дальше мы не знаем, но предположить можем, что он был на наших занятиях, на нашем содружестве фарисей здесь, и знает, что надо идти проповедовать, и он пошел. Ну, мы ему рассказали, тут подправили его там к Наталье там усатой, кто там говорят, Елена, ну, и тут сколько проповедников, там, борцов, и они с ним там на крыльце уже встретились, и пригласили на наши занятия. А кто близко знает церковь, это, ну, мы Вячеслава, наверное, еще там кого-то, борцова, пошлем фарисею. Я же говорю, я фарисей, фарисей, потому что у меня есть то и другое, но десятину, я сегодня сказал, почему он не сказал, что Тавита, 1 глава, 6-8 стих, что он платил три десятины, десятину отдал, тут ничего нет, она не моя, а вот это, это уже твоя, от своего заработка, а десятина прилеплена, она никакого счета не ведет, она просто написана Божья, Божья, и ее надо отдать, вы обкрадываете меня, говорит Господь, об этом мы считаем 3 глава Малахии, и Господь, который защищает иное, говорит, проклинаю ваши благословения, Господь, говорит, уже проклинаю на священников, а здесь, вот в таком рассуждении, мы увидим эту картину сегодня у нас, кто пришел, как с ним поговорить, понял он это или нет, а то у нас одна харистка, Нина, и вот она говорит, увидели, ее брат пришел, пришел вот такую вязанку свечей, какой у тебя брат верующий, она говорит, молчите, я потом расскажу, а они ограбили большой у нее армак, и теперь решили поблагодарить Бога, что он помог им своровать, но один попался все-таки, я там встречаюсь с ним в тюрьме, и он говорит, мать виновата, это пояс на мне был, живые в помощи, я как окруженный благодатью был, ангел меня хранил, а мать взяла сняла постирать, а я забыл надеть, сразу и завалился, сразу и захватили, это мать виновата, вот как, человек, а здесь нужно из этой притчи показать, что мы должны делать, мы конкретно, православные фарисеи, увидеть, вот этих мытарей, которые приходят, они ничего не знают, а уже бьют себя в грудь, он замучился, да сколько лет гуляю, пью, курю сколько, так уже может полдеревню построить, да что же я делаю, вот подойди к нему, обычно не подходит, но наша группа-то, это же благовестники, сплошняком, и выбирать не надо, вот так, вот что я и хотел сказать, в общем, Аллилуйя, фарисей должен был мытрия воцерковить, да, воцерковить, это очень нехорошее слово, я называю поганым, он должен рассказать о Христе, воцерковить, слово выбросить, как слово проблема, нерешенный вопрос, а как поцерковить, рассказать о любви Божией, чтобы Господь его привлек к себе, чтобы найдена была овца, потерянная драхма, да, я специально сказал, слово окорвлять, воцерковлять, поганые слова, выбросить их, надо знаем, Игнат Тихонович, специально сказал, ну где-то там с кем-то, у церковных-то там, можно послушать, говорят, ну эти слов избегать надо, а они совершенно никакие, воцерковлять это, через какое плечо подать там, ну то есть, не божественное, никакого там Духа Святого нету, а вот теперь, что он имел свою доброту, фарисей, уважение, он по форме одетый, ну мы, это просто про нас говорится, ему показать, и ты не один теперь, давай к нам заходи, у нас занятия идут, воскресенье тут такие вот, показать ему, ну дать наши ресурсы, вот так. Игнатий Тихонович, спаси Христос за пояснение, потому что сейчас все стало на место, сегодня проповедь слушала, и половину до меня не дошло, а сейчас вы пояснили, и все стало понятно, спасибо Христос. Они были, посмотрите, даже в Википедии, фарисеи были очень уважаемые, как у нас иеромонахи, иеродиаконы, то есть монашеские, клобок у него там, по спине, материя, ой-ой-ой, она приказалась, кто меня исповедовал, а они не должны даже исповедовать людей, вот какое дело-то. И вот перед нами эта картина, давайте выполним ее, потому что два дня постимся, десятина у нас есть, ну и мы не такие, как эти, ясно не такие, но не трогать того, кто пришел, с ним сравнения уже никакого нет, вот одно только. Спаси Христос, сестра Елена, ты как раз выставила уже, наверное. Молитва современного фарисея, она должна звучать так, благодарю тебя, Господи, что ты выдернул меня из этих адских, погибельных, житейских забот, и сделал меня сосудом для Духа Твоего Святого. Позволь мне этому мытарю возвести тебя великой любви твоей, и просветить его светом Евангелия Твоего. Так, на этом не останавливайся, запиши это и выстави в интернет, запиши, еще что-то добавь, скажи, вот как события могли развиваться, но мы их можем воплотить в жизни. Николай, так и сделай, рассказал. У меня такая практика, кто дает какое-то предложение, чтобы немедленно начал выполнять. Да, вот вместе с этим, что было до этого сказано, объяснение. Так, есть еще у кого что-то? Вот так. Жалко, что мало таких, как Игнатий Тихонович. На всю Россию маловато. Да. Тут смотри, сколько народу. Закваску получай и вперед. Микрофон, Игнатий Тихонович, у вас, если вы говорите. Говорят, что приближается моление, может быть, на этом все, если ничего нету. Кадушкина не видели, Георгия. Где он есть? Вот я. Да вот ты, дорогой. Расскажи, как у тебя дела идут-то. Я тоскую о тебе. Все, слава Богу, Игнатий Тихонович. Единственное, чем могу поделиться на сегодняшний день, такие вот у меня дела. Устроился на новую работу. На то я работал, ну, на газели пятидневку. Один на машине работал. И меня пригласили на новую работу. Но я сказал, я не могу прийти, потому что в воскресенье работать не могу, и другим графиком я не смогу работать. Там график два через два надо работать. И два воскресенья в месяц попадаются на воскресенье. Два раза в месяц. И мне, кто звал меня, напарник, он говорит, я буду работать по воскресеньям вместо тебя. Ну, меняться будем. Приходи, будем работать. Вот я пришел, почти месяц уже отработал. Меня начал, ну, не знаю, совесть, не совесть, сервичок доходить до меня начало. Что же я делаю? Я ведь человек, ну, пускай он не верующий, но он же ведь, я его толкаю по воскресеньям работать, заповеди нарушать, заповедь Божию. Это я ведь способствую, чтобы он каждое воскресенье работал. И меня это начало грызть. Я хотел вот в начале недели здесь с братьями посоветоваться, обсудить, как же дальше-то мне быть, потому что меня грызет изнутри это. А вот смотрите, брат Георгий, какое дело? В Библии написано, если удавлено, кровь не выпущена. Есть нельзя, а язычнику продать можно. Дальше. Проценты, которые берут, они дают в долг. С народом говорит, давай в долг. Язычнику, а своим нет, просто дал, сколько дал, столько вернуть. Никакой ипотеки. Значит, Господь, это заповедь Божья, была бы как-то выражена, чтобы зримо было, что мы это можем. Допустим, ты постишься, а в пост можно заходить? Можно, а им разницы никакой нет. Так вот, я тут на Бога уповаю, везде стараюсь ставить Бога на первое место во всем. Так вот, буквально позавчера, как Бог распорядился, мне этот напарник говорит, меня пригласили на другую работу, более оплачиванную, хорошую работу, начальника возить. Так что, ты остаешься один, будешь работать пятидневку. Я, как услышал, так и сел. Вот это да, вот это Господь слышит, вот как он раскладывает это все по полочкам. Хорошо. Мои сомнения быстро раз и отмел все. Хотя я тоже так думал, он неверующий, он, ну, язычником не назвать, просто неверующий, и курит, и матерится, я хотя ему замечания делаю постоянно, но тем не менее, но как Бог вот так вот все разложил, я даже сам не ожидал, что так может быть. Сейчас вот, завтра у него все решается, все решающий вопрос с начальником встречается, и скорее всего он уходит, потому что там условия очень хорошие. Я один останусь на машине, пятидневку, но если раньше пятидневку я работал в 12 часов в день, то тут восьмичасовой рабочий день, намного легче. Вот как Господи. Вот как Господь делает. Слава Господу за все. Слава Христу. Слава Христу. Вот так. Слава Христу. Слава Христу. Славнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим. Без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Те величаем. Все, спаси все Христос. Слава Христу. Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос.